Продолжение следует... — Здравствуйте. — Спасибо за то, что приглашаете, задаете вопросы, даете возможность высказать свою точку зрения. — Сегодня у нас была лекция в педагогическом университете. Расскажите, что вы рассказывали публике. — Я постарался показать связь сегодняшних событий вокруг специальной военной операции в целом с геополитическим противостоянием, которое на протяжении веков никуда не уходит и никогда не исчезнет. — Надеюсь, что получилось и приобрел новых читателей, единомышленников. Каждый раз стараюсь быть полезным для кого-то в понимании сложных процессов, которые сегодня происходят. — По подробнее о лекции, на чем вы делали акценты именно в геополитике и о проведении СБУ? — Знаете, я открою вам страшную тайну. Когда я выхожу к аудитории, я не знаю, о чем я буду говорить. Я смотрю в глаза, в лица аудитории, а потом текст начинает сам приходить. Приходит вдохновение, и ты говоришь, понимаешь, что интересно, важно. Потом, конечно, обмен мнениями, ответы в вопросы, но у меня никогда нет какого-то плана того, что я буду говорить. Есть общая идея, которую надо изложить за определенный промежуток времени. — И какая сегодня была идея? — Показать то, что происходящее сегодня событие — это часть большого противостояния, которое было, есть и будет. И оно зависит не от того, что Россия якобы в глазах Запада сделала правильно или неправильно. Мы большие, сильные, мы опасные, мы конкуренты, и поэтому нас хотят ослабить, подчинить и, в конце концов, использовать как инструмент против Китая. Вот это важная мысль, которую мне хотелось сегодня студентам рассказать, и мы даже на эту тему немножечко с ними подискутировали. То есть Украина — это инструмент воздействия на Россию, чтобы, подчинив англосаксам Россию, получить инструмент воздействия на Китай. Ну, я думаю, что мы точно такой радости нашим бывшим британским и всяким американским партнерам не дадим. — Конечно. А что студенты считают, согласны с вами? — В целом согласны. Я еще разыгрываю книгу. Это приводит к повышению градуса дискуссии и желанию высказать свою точку зрения. — Про книгу расскажите. Какую вы разыгрываете? — Я разыгрывал книгу «Хроники русофобии». Но раз уж вы спрашиваете, можно сказать, о творческих планах, то в октябре месяце, то есть примерно через месяц, выйдет моя новая книга под названием «Терроризм. Кому и зачем это нужно?» — Так кому и зачем это нужно? Проанонсируете? — Терроризм — это способ воздействия одного государства на другое. Какого бы террористического движения мы не рассматривали корни, оно всегда будет уходить за границу. Там всегда финансирование, поддержка. Лидер этого движения живет в какой-то другой стране. Там будут видны спецслужбы. Ну, конечно, я не всю историю терроризма рассматриваю. Там к древним евреям, зелотам и ассасинам я так далеко не удалялся в книге. Но те террористические движения, которые наиболее ярко, к сожалению, себя проявили, я в книге рассмотрел. Уверяю вас, везде иностранные корни. Везде. И в том числе у всех террористических движений, которые в нашем государстве были. Даже сегодня возьмем убийство Дарьи Догина. Иностранный след очевиден, очевиден. Убийство Владлина Татарского тоже самое. Покушение на нашего сопредседателя, на моего друга Захара Прилепина тоже совершенно очевидно ведет за границу. Но специальная военная операция закончится. Закончится и сепаратистский киевский режим. А желание использовать терроризм как метод воздействия на Россию останется. Ну, вспомним совсем недавно. В Москве были взрывы. Киевские террористы к нему не имели никакого отношения. Я имею в виду контртеррористическую операцию на Кавказе, когда происходило. Было другое объяснение. Но за террористами, что с одной стороны, что с другой стоял Запад, который таким образом поддерживал тех, кто борется с Россией. Но они, в общем-то, этого не скрывали. Вспомним, как они любили Горбачева, как они любили Ельцина. Он ослаблял страну, разваливал ее. Но как только Ельцин, который, боже, благослови Америку, говорил во время визита, есть известное видео, как только он начал, скажем так, на Кавказе проводить политику, которая должна была не дать возможности отделиться части России, сразу разлюбил его Запад. И там появились всевозможные центры по разминированию, террористы из арабских государств. Ну, вся та история того конфликта, который, слава богу, закончен. И теперь все граждане России вместе выполняют поставленные задачи уже на фронте СВО. Скажите, когда, по вашему мнению, закончится спецоперация? Когда будут выполнены ее цели. Потому что некоторые говорят, что через год может закончиться. А вы и сроков не ставите? Сроки ставит президент, он же верховный главнокомандующий, поэтому он же и определит степень достижения поставленных задач. Что касается смыслов, нужно понять, когда рядом с нами создали государство. А его именно создали, потому что захватили Украину, переформатировали, незаконно свергли президента. И все, что там дальше происходило, все незаконно. Теперь Украина — это военный лагерь, где экономика разрушена, где единственная возможность воевать, прошу прощения, заработать — это воевать. Через некоторое время экономика Украины вообще будет нулевой. Разговоры о том, что там будут строиться заводы по производству вооружения, это смешно. А никаких других даже и планов нет. То есть большое государство, 25 миллионов человек, наверное, осталось, негде работать, негде кормить свою семью, тоталитарный режим, диктатура — это не рассосется. Поэтому если вот так, знаете, вдруг остановиться, то конфликт вспыхнет снова. Поэтому нужно достигнуть тех целей, которые формулировал президент. — Безусловно. А скажите, нужна ли России еще одна волна мобилизации? Как вы считаете, как эксперт? — Я тут не как эксперт скажу, а как гражданин. Если для того, чтобы закончился военный конфликт, необходимы какие-то усилия, я полагаю, что их необходимо осуществить. Потому что если этого не делать, все равно придется это делать, но только ситуация будет иная. Но так же, как мы возьмем, допустим, динамику с 2014 года. Я не знаю, как развивались бы события, если бы Россия тогда какие-то действия предприняла. Мог ли Янукович пригласить наши войска на территорию Украины? Это созлагательное наклонение. Но очевидно, что многие попытки избежать того, что происходит сейчас, привели к тому, что СВО стало неизбежно. Вот если надо что-то сделать, мне кажется, здесь нужно действовать по хирургическому методу. Вот надо довести операцию до конца во всех смыслах, и военном, и хирургическом, чтобы потом к этому вопросу уже не возвращаться. Безусловно, и Минобороны выполняют задачи. Честная военная компания, вот тот как раз прецедент с самолетом сбитым, где и Пригожин, и Уткин. Как вы считаете вообще, откуда все это? Давайте будем точны в формулировках. Сбитый самолет — это неправильное использование русского языка. Упавший самолет в результате разрушения. Лично моя версия событий — бомба на борту самолета. И тогда надо использовать другой глагол. Но что касается ЧВК, опять-таки, «Спределивая Россия за правду», об этом говорил председатель партии Сергей Михайлович Миронов, даже подготовила законопроект и внесла его о том, чтобы ЧВК получили правовой статус на территории Российской Федерации. Этот закон пока не принят. Одновременно мы слышали слова нашего президента о том, что ЧВК «Вагнер» не существует в юридическом смысле. То есть перед нами очень такая специфическая ситуация, когда государство Российской Федерации создало инструмент для решения определенного рода задачи. Назвали этот инструмент ЧВК «Вагнер», но к его созданию имело непосредственное отношение именно государство. Просто форма реализации была такая, чтобы государству было как можно меньше претензий и вопросов. Это достаточно часто использующийся такой метод. Президент, когда после мятежа Прикожина объяснял, откуда деньги появились у этой организации, уже четко показал, что все эти десятки миллиардов выделило государство. Но правовой статус до конца был не отрегулирован. Как это сейчас должно выглядеть, честно говоря, сложно. Но нужно понимать, что политика – это вещь очень деликатная. Иногда государства создают структуры, которые занимаются определенными вещами. Но, оглядываясь на опыт западных ЧВК, хочется сказать просто две вещи. Казалось бы, это частные военные компании. Ну, на Западе они распространены. И вроде как любой может нанять. Ничего подобного. Если есть американская частная военная компания, она будет работать только с Пентагоном. Ни Франция, ни Россия не сможет ее нанять. Никогда. Хотя вроде она частная, вроде она военная. Ну, как говорится, кто деньги заплатит, то и будет. Это первое. И второе. Частные военные компании, например, американские, они не работают внутри США. Они работают всегда за границами государства. Ну, мне кажется, что мы сейчас вот в такую же ситуацию, когда определенные структуры будут работать за пределами России. Ну, вернемся, наверное. Простите, привалил. Николай, кстати, как потом об этом всем напишут в учебниках истории? Давайте поговорим уже вот именно о научной литературе. Насколько вас сейчас устраивает, как пишут учебники истории для наших детей? Ну, я не могу сказать, что я там постоянно читатель учебников истории, честно говоря. У меня уже дочки вышли из возраста, когда это было прикладное чтение. Я сейчас хочу почитать ту часть учебника истории, которая добавлена про СВО. Вот сейчас объявлено, что это новые учебники истории. Вот пока он мне просто не попался в руки. Думаю, почитав его, я смогу составить свое впечатление. Но в целом требования к учебникам у нас не то, чтобы большие. Первое. Не надо ругать руководителей российского государства, за исключением, если они предали страну. Ну, я имею в виду Горбачев, Ельцин. И заслуживают порицания в учебниках. Но все равно уважительного. Потому что люди за них голосовали. Они были руководителями страны, но предали своих избирателей. Вот надо это сказать. То есть, они стоит упомянуть, но без пиетета. Ну, не надо рассказывать, что Горбачев принес нам свободу. Ну, какие-то вот такие вещи. Мы же изучаем историю, а не духовный мир супруги Михаила Сергеевича. Ну, какую он свободу нам привел? Он привел к тому, что сегодня на территории Украины и России единого целого, одного народа, идут боевые действия. Вот к чему он привел. Это Горбачев привел. Поэтому это все необходимо сказать. Нужно, конечно, подробно рассказать истоки этого. Объяснить причинно-следственную связь привода Гитлера к власти войны в Европе и подвига советского народа. Ну, и побольше о нашей стране, поменьше о чужих. Потому что если в учебнике Сороса битва Эля-Ламейн, это, я напомню, в Африке, где воевало людей 30 тысяч с одной стороны, 30 тысяч с другой. И Сталинградская битва, такое же вот количество текста, где воевало миллион и миллион. Ну, зачем же мы сами себя обманываем и сами себя принижаем? В открытых источниках поминается о том, что вы считаете себя государственником. Что вы в это слово для себя вкладываете? Интересы государства превыше всего. Эмоции в сторону. Вот в ситуации с ЧВК Вагнер, скажем так, некоторые люди забыли о том, что интересы государства должны быть впереди. И дальше случился мятеж. Вот если бы помнили об этом, наверное, это бы не произошло. Политические взгляды вы как вообще к либеральным ценностям относитесь? Отрицательно. Потому что это псевдоценности. Под видом либерализма, либо предательства интересов России, и превозношения интересов США преподносится. Собственно говоря, и все. Весь либерализм можно свести к этому. Все остальное это такая красивая упаковочка. Потому что сразу возникают двойные стандарты. Ну, казалось бы, либерал за свободу, все. Но почему-то они возмущаются, когда кого-то наказывают, сажают в России, но никогда не возмутятся, если вот сейчас там какой-то мужик получил 17 лет за то, что он вошел в Капитолий. Ну, он же вошел в Капитолий, ему же надо дать 17 лет, подумает либерал. А когда мы какую-то подобную ситуацию рассмотрим в России, гораздо более мягкую, они будут говорить, что право заходить в российские Капитолии, конечно, есть. И вот это как-то в одной голове уживается. То есть это не двойные стандарты, а это просто пренебрежение и нелюбовь к своей стране. И любовь, и восхищение к другой стране. Вот и весь либерализм. А как вы проявляете любовь к своей стране? Ну, давайте будем загибать пальцы. Первое, я плачу налоги. Второе, я пишу книги. Я читаю лекции, я воспитал детей. Ну, так сказать, Бог даст, внуков буду воспитывать, если меня допустят, как говорится, к этому. Ну, наверное, еще можно загибать пальцы. И это, я считаю, важным. И каждый должен это делать. Но и если возникнет необходимость, я пойду защищать Родину и сделаю это обязательно. Вы знаменитый человек, это стоит признать. Расскажите, как публика реагирует на ваши научные работы? Какой отклик от нее есть? Ну, насчет моей знаменитости вы несколько преувеличиваете. Марк Твен говорил, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот примерно так же. Что касается о моих научных работах тоже. У меня нет научных работ. И поэтому сложно высказать свою точку зрения о том, чего нет. Я пишу публицистическую литературу. Я не являюсь профессиональным историком. Это мой личный взгляд. Ну, мне кажется, что мне удалось как-то просто, ну, я так надеюсь, объяснять читателю сложные исторические события, которые являются переплетением экономики, политики, человеческих страстей. Но это моя точка зрения. С ней можно не соглашаться. Там никого не заставляют. Не написано, что это диссертация. А научных работ у меня нет. Просто я в данном случае этим не занимаюсь. То есть это просто публицистика? Это публицистика, да. И на что вы там опираетесь? Что вы вытаскиваете на поверхность в своих как раз книгах? Ну, несмотря на то, что это публицистика, там есть ссылочка. Вот книга такая-то, страница такая-то, архив. Тоже все ссылки есть. На что вытаскиваю на поверхность? Я стараюсь объяснить причину следственной связи. Вот взяли там, Горбачев дал свободу. Ну, это же вот, это просто какая-то бессмысленная фраза. Но этими бессмысленными фразами пестрили у нас учебники и газеты, и телевидение совсем еще недавно. Вот мы там с Западом дружим. А что это за дружба? Вот как дошло дело до какой-то конфликтной ситуации, выяснилось, что дружбы-то и нет. Более того, еще деньги все украли. Ну, поэтому давайте называть вещи своими именами. Государство не дружит друг с другом, а взаимодействует, сотрудничает. Если одни не хотят взаимодействовать с другими, как сейчас вот Запад, ну что же делать-то? Сейчас период ясности. Запад сбросил маски. То, что сейчас происходит, описано во всех моих книгах только 15 лет назад, 10 лет назад. У меня есть книга под названием «Спасение. Доллара война». Ну, так вот, собственно говоря, это сейчас и происходит. И не потому, что я какой-то там великий пророк. Да нет, просто я в своих книгах называл вещи своими именами. Запад нам враг, и не потому, что мы его не любим. Он нас ненавидит. Мы-то все время пытаемся как-то с ним подружиться, нам он нравится, и мы слишком даже хорошо к нему относимся. Но вот такова данность. Он нас ненавидит. Хочет нас использовать, уничтожить, ослабить. Там, в разные периоды по-разному. А мы хотим с ним дружить. Но мы же не должны уподобляться дикарям, которые вот такими, знаете, большими глазами смотрят на мир, не понимая, как он происходит. Причинно-следственную связь. И когда ты объясняешь, как это было, ты понимаешь, что сейчас происходит. Будешь понимать то, что может произойти дальше. Хотела вас еще спросить. Пандемия коронавируса и СВО. Между ними есть какая-то связь? Может быть, и причинно-следственная, или это две абсолютно разные сложности? Нет, это вещи, которые организованы одними и теми же людьми, с одними и теми же целями. Пандемия, так называемая, ну сейчас я об этом говорил сразу, а сейчас уже это общепризнанная точка зрения, была искусственно создана американцами с целью разрушения мировой экономики, остановки китайской мировой фабрики и так далее и тому подобное. Ну уж это искусственная история. Но когда начался военный конфликт на территории Донбасса и Украины, эпидемия сразу закончилась. Почему? Потому что война это гораздо больше с целью возможности разрушения, чем ковид. Ковид не достиг своей цели с точки зрения мировых политических элит, которые его запустили. Поэтому они готовили войну на Донбассе. В СУ готовилось атаковать Республики Донбасса, атаковать Российский Крым. Специальная военная операция это просто 20 июня, перед 22 июня, когда Гитлер собирался напасть. Вот с исторической аналогией примерно так. То есть это все взаимосвязано. И обыватели об этом говорят, что слишком все резко закончилось и началось следующее. Ну, сейчас даже заниматься какой-то хронологией совершенно неинтересно. Такое впечатление, что этого периода и не было. Он как сон прошел. Но даже есть шутка, что Путин всех излечил от коронавируса. Это действительно так. Так оно и есть. Ну, мы будем надеяться, что ни войны, ни новой эпидемии не будет. Это очень оптимистично звучит. Хотелось бы в это верить. Скажите, что вам больше всего в Ульяновске понравилось? В Ульяновске мне понравилось... Ну, я еще не закончил знакомство с городом, но мне нравятся исторические корни. Я с уважением отношусь к Ленину, хотя это достаточно противоречивая фигура нашей истории. Но вот мне кажется, на примере Ленина как надо относиться? Я очень отрицательно отношусь к любым разговорам о необходимости перезахоронения Ленина. Объясню, почему. Ленин — это часть нашей истории. Это человек, который построил новую Россию, новый Советский Союз, которого никогда не было. И не его вина, что Горбачев и Ельцин разрушили все это. За что было заплачено потом десятками миллионов жизней во время Великой Отечественной войны. Ленин — это символ уважения к нашей стране со стороны миллиардов людей. И вот он захоронен на Красной площади в Москве. Это, уж простите за такую прямоту, огромный геополитический ресурс. Как только вы начинаете плевать свою собственную историю, перезахоранивать, разрушать, сносить памятники, вы обновляете этот ресурс, к вам перестают относиться с уважением. Ну вот у вас на Красной площади источник, откуда, по сути, там была создана сегодняшняя китайская государственность. Китайцы с уважением к нам относятся. Как только вы начинаете это все уничтожать, вы теряете их уважение. И можно так потерять и партнера государственного, получается? Ну, наверное, до этого не дойдет. Или все-таки до этого не может дойти. Просто зачем это делать? Ради каких-то эмоций или ради высказывания какого-нибудь политика очередного, к очередному выборному циклу? Просто. Это часть нашей истории. Давайте успокоимся и не будем с этой точки зрения ничего говорить и делать. Через 200 лет пусть там наши потомки решают. Но каждый год мы слышим к очередным выборам, давайте, значит, Ленина перезахороним. Но вот такое уважительное отношение, оно должно быть не только к Ленину. Оно должно быть к Сталину, который для меня является одним из лучших руководителей России. Значит, должны быть памятники Сталину. Должно быть возвращено название Сталинград. Пусть через черточку Сталинград, Волгоград. Но такое же уважение должно быть и к царям нашим. Они-то честно служили России. И не вина Николая Первого, что проиграл он Крымскую войну. Он, в конце концов, покончил фактически с собой. Николай Второй тоже честно служил в стране. Но, к сожалению, оказался слаб характером. Выбрал не тех людей. Не смог подавить мятеж, который смог подавить действующий президент. От событий могли развиваться точно так же. Но давайте его не будем славить, но и как-то не будем его стесняться. А государей-то у нас много. И нынешний президент – это прямой продолжатель дел Петра, Екатерины, Сталина, Ленина. Отношения наши внутри. Мы можем изучать. Кто-то нам больше нравится, кто-то меньше. Но главное, чтобы мы сказали, что единственное, что точно нельзя делать руководителю России, это придавать ее интересы. Поэтому Горбачев и Ельцин – это мерзавцы. А Хрущев – наполовину мерзавец. Потому что он начал шельмовать предыдущего руководителя, исходя из какого-то личного отношения, и выдумывать несуществующие вины. Ну, конечно, развенчание вот это вот тотальное. Ну, грязные методы получаются, да? Надо уважать свою историю. Каждый руководитель страны всегда старается лучше ей сделать. Ну, представьте себе, не знаю, государь-император, который сидит и думает, как бы мне хуже-то сделать, чтобы население похуже жило, чтобы кушали поменьше, а работали побольше. Ну, никто же так не думает. Решают государственные задачи, стараются избежать войны, выиграть ее, если она началась, облегчить тяготы населения, которые существуют. Но всегда есть бюрократия, всегда есть отсутствие времени, недостаточность ресурсов, внешние враги и так далее и тому подобное. Ну, давайте уважать себя. Другие же не отказываются от своей истории, а нам все время подкидывают какие-то варианты, когда часть истории должна быть из истории убрана. Какие вы задачи хотите выполнить в политике? Моя задача сейчас — это просветительская. Если у меня появятся какие-то другие полномочия, я с удовольствием буду служить родине как-то иначе. Сейчас именно просветительские. Это здорово. Просвещайте народ и дальше. Спасибо. Спасибо, Николай, за интервью. С вами была Виктория Черкова, программа «Гость студии». Увидимся в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова